итак добрый вечер всем меня зовут круг павел я специалист по оборудованию заканчивание скважин работаю в одной из сервисных компаний российских разрабатываем оборудование внутри скважины в том числе и оборудование для мгрп и и хотел бы поделиться небольшим своим опытом в этом направлении я посмотрел как бы перед презентации какой-то обзор того что есть в интернете на самом деле очень много материала можно найти по этой теме и как бы нашу беседу надеюсь это будет беседа хотел бы такой конве посвятить именно практическому применению практическому опыту который у меня есть который есть моих коллег которым я курсе чтобы рассказать как это действительно происходит какие бывают проблемы при этом может даже какие-то мифы развенчать если они существуют вот и еще хотел сказать что так скажем сейчас в общении с представителями платформы это раскул и некоторыми другими знакомыми есть некоторые которые работают в моделировании в разработке месторождений иногда возникает ощущение что люди не совсем как бы хорошо знает оборудование или уделяют этому достаточное внимание на это как бы по моему мнению но хотелось бы это исправить тоже начнем по презентации так небольшой план что я хотел бы рассказать развитие технология классического грп до мгрп обзор технологии многостадийного грп шаровые технологии область применения достоинства недостатки технологии с управляемыми портами инструментом методы мониторинга во времени после проведения мгрп новые разработки и перспективные направления в развитии технологии мгрп так какие-нибудь вопросы есть нет продолжим так развитие технологии от классического грп до мгрп насколько есть представление о классическом грп можете кто-то чат ответить или тоже что-то рассказать по этой теме но немножко хотя бы введение такое или сразу можно перейти к многостадийному гидроразрыву пласта смотрите пару слов гидроразрыв пласта существует но если очень просто сказать для того чтобы создавать дополнительную проницаемость пласта и приток из него в коллекторах в основном внешнего ну раньше проводили я так понимаю только в сильно сконсолидированных коллекторах то есть твердых и мало проницаемых сейчас правило практически везде с помощью него пытаются как-то увеличить приток сама технология себя представляет закачку жидкости в основном это вода но бывают различные модификации под высоким давлением для разрыва порода и образований трещин но в дальнейшем видимо как показала практика эти трещины обратно схлопываются и на второй стадии необходимо эти трещины чем-то заполнить чтобы в дальнейшем они не схлопывались и нивелировали эффект от первого этапа гидроразрыва вот и третий этап это продавка собственно жидкости которая закачивает в трещины в трещины закачивает в основном либо самое простое это пропаунд песок либо различные модификации полимерные шарики и тому подобное вплоть до шелухи орехов все что угодно вот уже химию какой-то не будем даваться но примерно это выглядит вот так проводили классическое грп это просто низкая цена отработанные технологии то есть технологии существует достаточно давно относительно но при этом при развитии технологии геологии геомеханики при развитии гисов которые все лучше и лучше на показывать что у нас творится в власти и сейсмики далее старение фонда скважина то есть уже скважины не дают столько сколько хотелось бы ну и развитие технологии нефтесервиса то есть развитие технологии вообще которые позволили делать какие-то железки более интересные это все побудило переходу к таким технологиям как многостадин гидроазрыв хвоста то есть при классическом грп при закачке может произойти такая ситуация что у нас будет неконтролируемое поглощение всего того что мы закачиваем если у нас есть участки с высокой проницаемости то туда может уходить наш агент закачиваемые просто как черную дыру для того чтобы этого не случалось а так как мы уже можем по гис по сейсмике каким-то другим методом исследования пласта понимать где у нас более проницаемые участки менее проницаемые участки мы в принципе могли бы производить закачку жидкости именно в тех участках где это необходимо и не тратить лишнюю жидкость в тех участках где это не нужно то есть это адресное воздействие на какие-то участки пласта скважины ну и экономия агента для грп вот соответственно многостадийный грп при классическом грп мы закачиваем весь хвостовик агентом и через окна через перфорацию все это уходит в класс многостадийным гидроразрыве у нас существуют определенные участки перекрываемые каким-либо образом или открываемые то бишь отверстия в них для сообщения с пластом а могут быть перекрываемые или открываемые чего нету при классическом варианте грп по основным технологиям многостадийного гидроразрыва я бы разделил наверное на по виду обсадки ствола зацементированный ствол и открытый ствол в цементируем стволе применяются технологии при которых производится перфорация но это при любом варианте перфорация может быть коммунитивными зарядами или направленной струей по-разному и далее по стволу скважины устанавливаются пробки последовательно и проводится закачка жидкости до этих пробок через окна уже производится гидроразрыв честно скажу не знаком с этими технологиями поэтому сильно рассказывать про них не буду как вначале попытаюсь рассказать именно свой опыт то что я реально делал видел испытывал или знаю точно наверняка от коллег вторые вариант технологии шаровой технологии технологии с управляемыми портами здесь как бы я и участвовал в разработке подобных девайсов и испытывал их и знаю отклик от сервисных служб которых наши которые спускали поэтому остановлюсь на них более подробно шаровой технологии при этом в приспуске хвостовика в него устанавливают порты называемые с открываемыми муфтами то есть вот это вот это управляемая муфта порта которая может управляться как шаром так и другими способами дальше рассмотрим при спуске муфта закрывает окна для грп и не дается общаться хвостовик с пластом дальнейшем чтобы активировать эти муфты и произвести грп через окна грп сбрасывают шар спустя скважины при продавливают его до соответствующей муфты как происходит как определяют какую муфту открывать существует различный диаметр шаров и различный диаметр муфт под них то есть под каждую муфту соответствует соответственно существует шар определенного диаметра муфты расположены от башмака забоя к устью от наименьшим наибольшим сначала пускают самый шар наименьшего диаметра которая пролетает все предыдущие муфты с большим отверстием диаметром отверстия и попадают самую дальнюю муфту там застревает и соответственно при повышении давления внутри хвостовика открывается это муфты который называется седло в шаровых технологиях и уже дальше возможно производить грп через открывшиеся окна и так далее следующее чтобы открыть следующую муфту спускают шар большего диаметра он проходит через все предыдущие застревает последний незанятые муфте и так далее можно пропускать какие-то муфты но открыть их потом уже не будет возможности основной недостаток которая существует в таких технологиях это не полнопроходность хвостовика это основной недостаток который выделяет все заказчики наши оператора и это очень большой недостаток потому что до проведения грп существует очень много скважинах мероприятий как вы знаете и для отбивки каких-то параметров скважины спуска оборудований для гис исследования и так далее обработки какой-то при использовании технологии с седлами внутренний диаметр хвостовика сильно уменьшается и это может вызвать серьезные проблемы при спуске любого оборудования внутрь такого поставика соответственно что делать после того как вы провели грп у вас осталась куча шаров разных муфтах как дальше добывать потому что они прикрывают сечение трубы и вам не дают вам побывать есть несколько подходов самый простой подход было это разбуривание смотрите диаметр хвостовика это вот внутренний диаметр хвостовика это вот этот размер соответственно в муфте это уже меньше размер а когда у вас посажен шар это уже не проходной диаметр вот соответственно чтобы вернуть внутренний проходной диаметр используют либо разбуривание очень дорогая операции и не очень ее любит более новые технологии предполагают использование растворимых шаров здесь показано тут даже написано как бы изначальный диаметр это время то есть тот момент когда его запустили и посадили в седло и в дальнейшем под воздействием реагентов которые закачивают в скважину после проведения грп здесь наглядно видно как шар растворяется практически в ноль вот шаровой технологии существует еще несколько проблем то есть есть вот такие растворимые полимерные шары они не столь надежные и соответственно не держит меньше давление существуют шары металлические но они как бы сложнее растворять их есть вот такие например проблемы как посадка шара седло и в некоторых случаях при этом шар может продавить даже при операции самой грп то есть это все как раз с испытаний картинка вот для растворимых шаров металлических используют магниевые сплава у нас как бы очень проблематично обрабатывать магний сразу возникает куча вопросов о компетентных органов и как бы вообще это очень такая сложная тема просто знаю ребят которые этим занимаются здесь есть проблема самой технологии делать вот это то что касается шаровых технологий скажу сразу действительно растворяются шары действительно технологии работает магии никакой нету действительно вот эта вот картинка рабочая то есть какое-то время растворяется но при этом сами муфты приходится разбуривать одни из новых технологий это растворимые в том числе и муфты кроме шаров то есть растворяется все и у вас остается такой же плотно проходный диаметр внутренний холостовика вот но при этом есть такая потребность так скажем у заказчика в проведении рефраков то есть повторном проведении грб и здесь уже закрыть эту муфту и провести грб в каком-то другом месте уже не получится это уже будет проблема такой компоновки с такой технологии такую проблему на один из вариантов и решение это технологии с управляемыми портами инструментом то есть существует подобный предыдущей технологии порт в нем уже установлена не муфта с седлом а муфта с профилем определенным внутренним под которым создается специальный инструмент называемый ответным профилем то есть действует профили зацепления они идентичны профили совершенно могут быть разные то есть каждые каждая компания делать свой уникальный профиль в том числе заказчики очень сильно хотят чтобы это был унифицированный профиль инструмента чтобы можно было любые порты открывать инструментом любым от любого заказчика но пока к этому не пришли в такой договоренности рынка так скажем вот и у каждого заказчика свой уникальный порт и соответственно каждый делает свой уникальный инструмент под него здесь показана упрощенная схема как это работает то есть сначала на спускается хвостовик с данным портом закрытом положении то есть вот здесь не проходит то есть отверстие низа не соосны то есть не соответствует порт закрыт вот затем когда необходимо провести грп спускают инструмент на трубе нкт и на гнкт соответственно тоже большие различия на чем его спускать то есть гнкт знаете что такое гнкт не надо и снять просто у гибкой трубы есть определенные ограничения так скажем по нагрузкам очень серьезные которые очень трепетно так скажем надо соблюдать то есть если насосно-компрессорную трубу представляете там можно очень большие нагрузки давать на относительно конечно то на гибкую трубу нагрузки в районе нескольких тонн максимум что на забое это означает уже нагрузки в килограммах даже они в тоннах поэтому здесь очень важно хорошо спроектированный инструмент порт очень хорошо отработанные технологии переключения ну и на гнкт сама эксплуатация стоит достаточно больших денег если в шаровых технологиях вы просто сбросили шар и не производите спо то здесь вам нужно заказывать бригаду крс которая будет гнкт который будет спускать и оперировать вашим инструментом соответственно инструмент на нкт или гнкт спускается вниз до порт спускается ниже этого порта активизируются плашки инструменты до этого они сжаты во внутрь инструмент для того чтобы не повреждать стенки скважины при спуске самим не повреждаться активизируется плашки инструменты которыми зацепляется инструмент и дальше инструмент вытягивается из зацепляется за профиль порт и переключает его в открытое положение при этой технологии существуют несколько нюансов которые нужно учитывать и при написании плана спуска и при проектировании самой технологии во первых нужно четко определить положение муфты это можно сделать по мере гнкт но это не очень хороший параметр потому что гнкт гибкая труба и она может немножко растягиваться или наоборот изгибаться трубе и менять свою длину для того чтобы отбивать нахождение так скажу порта одна из таких основ основных технологий это технологии локации муфт то есть есть два подвида либо магнитная локация муфт то есть в муфту ставится определенный магнитный элемент который отбивается на инструменте и по количеству отбивок судят сколько локаторов вы прошли либо механически по возрастанию нагрузки определяет прошли локаторы отсчитывают эти локаторы соответственно их расположение четко известно при спуске хвостовика когда свинчевый хвостовик вот вообще при шаровых технологиях и при технологиях с управляемыми портами при любых технологиях в открытом стволе нужно использовать заколонные покера они существуют различные набухающие механические ну в основном набухающие используют здесь есть один момент как раз для того чтобы понимать моделировать грп выстраивать какую-то технологию нужно понимать что покерами вы отсекаете участок проведения мгрп стадии мгрп и через эти покера у вас не должно быть перетока соответственно если у вас есть переток то немножко нивелируется смысл вот этих вот четко теченых стадиях грп потому что у вас трещины могут и пропант и сама жидкость для фрака уходить и другие участки и не очень хорошо не очень хорошо еще и потому что могут возникнуть такие ситуации что у вас из одного при проведении какой-то стадии по пропант забьется в соседнее окно перед привезли он перетечет через паркер если неправильно установлен паркер у вас хвостовик может забиться обратно пропантом соседнем в вашем секторе соседнем порте и это совсем не хорошо потому что придется долго отмываться хвостовик и вообще могут возникнуть другие осложнения типа стопов стопы это когда у вас где-то забился пант или где-то что-то забилось и у вас начинается очень резкий рост давления до очень больших значений то есть там значение могут быть в районе 1000 атмосфер это как бы может привести к серьезным авариям соответственно установка покеров ну как бы это как и при любой другой операции заканчивания это очень такая серьезная операция вроде бы простая но к ней нужно подходить очень внимательно и ставить покера именно там где они будут нормально разбухать и в те породы непроницаемые породы другая ну и по кавернометрии тоже смотреть куда ставить вот так дальше по оборудованию для проведения мгрп для закачки в класс используют селективный байкер то есть тогда когда вы открыли муфту нужно закачать жидкость для фраг и пропант в определенный участок для этого спускают на нкт селективный байкер он представляет из себя компоновку оборудование с двумя пакерами по бокам и в центре с отверстиями для поступления жидкости разрыва соответственно два этих пакера распокеряются изолируя вот эту вот зону и в ней через сам селективный байкер поступает жидкость разрыва тем самым она не поступает больше никуда в холостовик а поступает именно в тот участок который нужно это позволяет экономить жидкость разрыва то есть не забивать ей холостовик грубо говоря более аккуратно производить операцию муфты порт мгрпс муфты здесь выделена муфта сдвижная инструмент для переключения этой муфты это одна из конструкций инструмента то есть вот это вот выдвижная плашка с профилем таким же как на порте гидравлический она активируется выдвигается зацепляется за ответный профиль на порте и дальше можно уже механически передвигая инструмент передвигается муфту порта дальнейшем давление сбрасывать плашка закрывается и можно дальше либо вынимать инструмент либо переходить к следующей стадии методы мониторинга во время и после проведения мгрп ну на предварительном этапе дизайн и моделирование грб это прогнозные вещи еще бы хотел сказать поводу оборудования такое замечание может быть кто-то там занимается моделированием грп дизайном грб такой момент что почему еще нужно обращать внимание на конкретное оборудование которое используется даже при общем моделирование развития трещин и дизайне грб порта примеру есть окна через которые проводятся сама непосредственно стадии различные грб и эти окна во первых могут располагаться по-разному есть окна 10 окна по окружности расположены быть по разным с разными углами это повлияет соответственно на направленность ваших трещин и на распределение трещин по диаметру то есть будут ли они только вот здесь здесь и здесь либо они еще будут промежуточных точках это ограничение оборудования которое вы никак не обойдете есть определенное расположение окон и трещины будут развиваться из них то есть вещь на понятно может пойти потом как-то так может быть там еще что-то но начал трещина будет у вас такое и еще момент с окнами они имеют определенную пропускную способность и когда вы рассчитываете дизайн грб и саму технологию проведения грб план проведения вы должны на это смотреть потому что по-другому никак больше чем можно прокачать через определенный диаметр этих окон вы не сможете прокачать пример для ускоренных грб я знаю есть такие когда быстро закачивают очень большие объемы это может стать критичным параметром при проведении этих операций то есть придется убирать оборудование и который будет таким требованием то что касается дизайна моделирование здесь тоже надо учитывать нормальную расстановку покеров отсутствие перетоков вот соответственно вот эти все вещи и возможности технологии проведения то есть если шаровые технологии подразумевают большое количество стадии грб то например уже технологии с движением муфты ключом подразумевает потенциально бесконечное количество то есть в первом случае у вас ограничение на размер шара то есть его нельзя там уменьшать или увеличивать до бесконечности и разница между различными шарами на различных стадиях не может быть очень маленькая то уже операции с ключом у вас будут ограничиваться только доставка этого ключа до места тоже является кстати проблемой то есть существует определенное оборудование скважины тракторы который доставляет это все дело это тоже очень недешево не всегда заказчики на это идут дальше существует методы мониторинга в процессе грп то есть это забойные манометры очень часто на селективные бакера через которые непосредственно проводится грп устанавливают забойные манометры и то есть втз заказчика четко указывает что нужно отслеживать забойными манометрами непосредственно на месте проведения датчики давления и расходомера на поверхности но это понятно то есть при закачке у вас есть определенное оборудование которое показывает вам скорость закачки объем закачки давление и не тому подобное еще есть такие такая методика как мини грп то есть при селективном грп у вас есть возможность провести на каком-то этапе мини грп то есть закачать небольшой объем в определенный интервал и посмотреть насколько приемистость какая какое давление разрыва породы то есть все эти параметры которые нужны вам для дизайна вы можете уточнить при помощи мини грп не сильно затрачивая агенты для проведения этого вот методом мониторинга проведением грп микросейсмика честно нет не знаком с этим методом не знаю ничего не могу сказать про него маркеры такой распространенный достаточный метод про маркеры танец курсе вообще бывающих скажем не только из грп рассказывать про технологию в общем до трассировки до трассеры установка трассером маркетинга сера вот соответственно это в муфты устанавливаются определенные скажем это выглядит как полосочки маркерные ленты ну как лакмусовые бумажки так скажем только посерьезнее побольше для того чтобы понять из какого участка идет приток какой жидкости трассера позволяют определить ну как их позиционеры по крайней мере производители и количественные качественные параметры соответственно откуда идет приток вот в мгрп это важно почему потому что нужно определить действительно открылась какая-то муфта или нет то есть я видел статьи именно по применению маркеров при мгрп и спешные статьи интересные как бы вариант действительно это очень большая проблема определения сработало ли открытие или нет особенно когда у вас несколько портов открыто и вы не понимаете где какой сработало где какой не сработал потом при добыче вы с помощью трассеров можете определить что сработало что не друг говоря наверное предвидеть потом подрядчиком какие-то претензии что-то не сработало вот при этом помолива в какой-то статье я даже видел что проводились одновременно и трассер на исследование и скважина расходометрия чтобы сравнить их и понять действительно так работает технология вроде утверждает что работает интересная статья не по мгрп но по применение различных методов оценки притока это нас севкоме северкомсомольское месторождение можете тоже посмотреть вас по статьях у них именно они сравнивали маркеры внутри скважины расходометрии так скажем то есть расходомеры внутри скважины они как бы более считаются действительно точными вот и вот на них как бы отбивался вот это маркеры перспективным управление в развитии технологии мгрп это из того что так скажем не какая-то фантазия фантастика действительно как-то я видел с этим знаком ну либо слышала каких-то коллег то есть расскажу про таких технологий то есть технологии со сварими шарами и пробками существует технологии с растворимыми силами для шаровой технологии и вот как бы продвижение дальше этой технологии это уже ключ так скажем спускаемый сам по себе и открывающий окна подпираемые давлением сусти вот как это происходит не знаю не видел но думаю что вполне реальная технология вот ребята которые занимаются растворимыми шарами и растворимыми силами технология с разрывными муфтами это такая тоже сейчас достаточно используемой технология то есть для открытия порта используется разрывной диск то есть при увеличении давления определенного внутри хвостовика диск разрывается и открывает порт гидравлическая активация порта и возможно дальше с активным пакером проводить гидроразрыв закрытие таких муфт уже осуществляется ключом и совместные технологии порт для мгрп или для закачки кислоты или любой другой закачки совмещенные с портом для устройств контроля притока в курсе про устройство контроля притока что это такое надо рассказать устройство контроля притока позволяю контролировать наступление как бы приход воды скважине откладывать так скажем этот момент и также позволяет перекрывать проходное сечение некоторых устройств контроля притока прикрывать проходное сечение для поступления желательно хлюидов воды или газа когда у нас подтягивается вода или газ к скважине они перекрываются частично и 9 жидкости не возрастает так сильно это и штуцерные типа устройства и устройства автономные устройства то есть это отдельная тема но в компоновке с портом грп с устройствами контроля притока это прям совсем отдельная тема очень большая это прям надо отдельно рассказывать просто смысл в том что для проведения грп мы не можем совместно и устройство контроля притока и грп просто проводить совместно необходимо закрывать устройство для того чтобы не забился фильтр не было проток через фильтр и через устройство поэтому нужно закрывать портом муфты порта устройство проток через устройство и открывать соответственно порт для проведения грп и после проведения грп соответственно открывать порт устройства и фильтра и закрывать в порт грп чтобы вся добыча шла уже через устройство промываться и добывать уже через устройство вот то есть это совмещение двух таких серьезных и интересных технологий вот есть тоже свои там проблемы но в принципе реализуемая реализованная так скажем рабочие технологии ну в принципе в общем все если есть какие то вопросы давайте на вопросы отвечу павел а вы видите вопросы в чате да 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 можете вы их зачитывать потому что при записи когда много тюбих не видно расскажите пожалуйста по применению опыт мгрп карбонатных коллекторах честно говоря не слышал про проведение грп карбонатных коллекторах не ничего не могу сказать по этому поводу с карбонатными коллекторами вообще очень сложно работать по другим направлениям пытаемся тоже работать по этой теме но это такая очень сложная тема так скажем договора по мгрп не скажу у меня информация какой-то компоновка для шарового грп относительно дешевые но их одноразовость оказалась существенным достаток если у вас опыт применения жидкого пакера при повторном мгрп жидкого пакера такой жидкий пакер не слышал если объясните может я просто не понимаю термин скажите пожалуйста перфорацию проводят через хвостовик или же после бурения перфорация далее хвостовик и вместе с муфтами мгрп перфорацию проводят в обсаженных хвостовиках соответственно либо разрывные муфты то есть туда открываемый порт и не ставят ставят разрывные муфты либо просто перфорацию потом закачивают через селективные пакера чем связана проблема проведения в карбонатах не знаю меня просто нету опыта не слышал как именно проводят может и проводят в карбонатах я имел ввиду что у меня такого опыта нет не могу ничего подсказать про карбонаты просто с притоком из оценкой приток из моделирования притока в карбонатах как бы есть определенные вопросы по всем этим моделям ну не знаю меня не всегда есть доверие разрывные муфты да я видел последнее время как бы в нашей компании есть такой девайс разрывными муфтами достаточно широко применяют у нас начинают принципе не скажу про применять на очки не знаю с грп каких-то сложных коллекторах опять же не работал не знаю не слышал жидкий пакер химические отклонители до слышал я про химические отклонители но так как с химией я не сильно знаком не сильно встречаюсь как бы не всегда то не могу ничего сказать что там с химическими отклонителями и опытом используем разрывные муфты подразумевается местную работу гнкт разрывные муфты ставятся в хвостовик на селективный пакер который уже потом проводит гидроразрыв через такие муфты спускается на нкт для гидроразрыва уже для непосредственно самого использую только нкт причем нужно смотреть чтобы группа прочности трубы была очень высокая то есть прочностные свойства потому что если вы будете обычные трубы используют спускают пускай кто их может разорвать повредить искривить есть такие случаи соответственно иногда приходится на гнкт сначала спускать ключ для открытия-дакрытия а потом отдельно приезжает бригада грп ставит свое устьевое оборудование и спускает уже нкт да при мгрп есть определенные проблемы с тем что соседние скважины можно добить и тем что можно как бы ухудшить ситуацию и пойдет приток воды или газа по этим трещинам соответственно существует дизайн и гнк будет это все считает пытается разрабатывать и смотреть если примерное значение давление нагрузки да есть я думаю можете найти как бы эти статьи но достаточно высокие показатели как раз близких показателям жестоко то есть к 1000 атмосфер но примерно вот такие моменты то есть это не низкие давления и вот но все равно производители как бы пытаются обезопасить так скажем проведение операции повысить уровень давлений при которых шар может нормально работать да ну чашечный пакер это и есть селективный пакер соответственно там устанавливается чашечный пакер некоторых компонов с другой стороны устанавливается механический пакер и вот этими двумя пакерами отцепляется интервал для мгрп где соответственно проходит закачка какие еще и есть вопросы спасибо всем за внимание спасибо вам павел за прекрасный вебинар я думаю всем было очень полезно послушать думаю вопросов уже нету поскольку я вижу и и можем наверное заканчивать да всем хорошего вечера еще раз вам спасибо до свидания